привет друзья так давным-давно давным-давно серега себя на канале выкладывал видео про там ножи топоры и т.д. т.п. то есть он отвечал на вопросы и соответственно у него было два ножа от меня на тестирование да я ему отсылаю то есть у нас в принципе как все происходит честно я делаю какой-то нож 23 там неважно не суть вот я ему их пакую отсылая выглядит он ну вот так вот ничем непримечательный нож то есть тут нет названий тут нет ничего вот он честно говоря он не знает что это за железка кстати забегу вперед это вот как раз один из двух ножей skype m53 сейчас покажу он смотрите по ржавчине это нож за которым не следили вообще в принципе то есть как бы это вот keep m53 во всей своей красе что с ним будет если за ним в принципе особо ты и не следить да то есть тут дикой коррозии какой-то я специально не стал не отсирать ничего дикой коррозии здесь никакой не да есть пятна есть потемнение но опять же если вы будете следить за этой железкой она вам отплатят сполна то есть принципе делалось два ножа он мне их вернул он их протестировал его выводы по ножу вы можете найти у него на канале да то есть опять же посмотреть это видео вот естественно он это снимал сразу во время охоты то есть это все опять же видео было на эмоциях но железка действительно она достойна и кипим 53 вообще шикарная стали 1 наверное из лучших которые вот сейчас в разумной рамке может уложиться то которые есть вот у которой можно найти вот он там сказал что она у него перерезала в анализ 10 она перерезала rex друзья немножко не так сразу говорю вот смотрите кипим 53 это быстрорез высоко легированный ла-ла-ла-ла сейчас не буду давайте скажу проще это углеродистая железка это неправильное понятие но чтобы было понимание да то есть углеродистая называю потому что она ржавеет вот ну то есть ну вот грубо говоря да вот это вот это вот следа ржавчины вот по мне в принципе если нож будет работе бог с ним что он так вот выглядит значит rex она не перережет это прям однозначно она она бомбически режет в анализ 10 тем более но опять же все зависит от термообработки все зависит от ножа от заточки то есть там такое такая большая большая такая совокупность факторов что очень тяжело как бы вот сравнивать значит смотрите давайте rex режет очень агрессивно он режет очень долго как бы вот весь его плюс скажем так очень долго очень агрессивно но rex не любит тонкого сведения вообще он крошится ничего с этим не сделайте при любой термообработке он будет на тонком сведении крошится потому что там по моему 33 с половиной почти 34 процента углерода ребята химию вы никуда не денете да вот но при достаточно таком хорошем сведении он будет держать заточку он будет держать именно как это правильно сказать он не будет выкрашиваться да то есть он позволит делать какие-то силовые нагрузки это сведение от 0 607 сразу говорю кто не согласен пожалуйста можете тестировать можете проверять все это будет то же самое опять же серега как он там брал нож вот один вот этот один остался 2 я переделал он вот здесь внизу лежит я его потом покажу вот он опять уедет к нему то есть это ему в подарок сделан он будет пользоваться и все то остальное прочее ну вот то есть как делает он он затачивает при он любит прямые спуски и затачивает он их в линзу то есть линзовидные подводы делает не прямую заточку v-образную а линзовидную то есть вы получаете некое подобие ножа с линзовидными спусками только более такой суженый да и соответственно у вас получается ну это обычно это обычная геометрия выходит и у вас нож получается достаточно такой проченький на небольшом сведении он им брал то есть он говорит вот он там хорошо режет я просто поясняю все это видео чтобы не было каких-то недодумок и недопониманий да он говорит вот он режет он берет по кости бахает ничего он не выкрашивается да ребят он им бахает но еще раз говорю там было а линзовидная заточка и б сведение там было 07 вот теперь м53 нам мелком на тонком сведение где-то 02 03 он на это не способен вот кто бы ничего не говорил то есть либо это линза в ноль либо мы делаем опять же линзу 0 то есть мы опять же все исправляем геометрии вот либо мы делаем более такой толстый подвод и тогда до нож у вас будет держать но он еще и будет резать ко всему прочему вот сейчас я покажу я сейчас вот когда буду серёге нож показывать да я постарался практически практически сведение не трогать на то есть оставить то которое оно было когда она пришло от него его просто немножечко чуть-чуть там облагородил вот дальше вернемся к в анализ 10 друзья я лично эту железку испытывал на сведение 0 25 0 25 миллиметров анализ 10 в ламинате который был у меня я им рубил говорю так нельзя делать на самом сделал я им рубил кости мне просто было интересно был клинок я думаю ну да я его прям вот в хвост и в гриву я просто разрубал ребра и рубил позвоночник барану на сведение 0 25 ни заминов не сколов не засветов ничего нова на 10 10 мне было поэтому говорить о том что как бы кто-то там что-то кого-то перерезал это поспешный вывод просто каждый опять же смотрите то есть если вам нужен нож который будет очень долго резать вы им не будете какие-то делать силовые работы то есть вам просто резать мякоть да тогда можно тот же рекс тоже кубин 53 свести в 02 в 01 это будет просто плазморез это будет резать так как не режет вообще ничего но любую там к 390 cpm 10 в 15 и я не знаю тоже любую именно вот такую высокую углеродистую лидированную сталь на быстрорежущую резать будет ой ой как хорошо но как только вы засунете в кости как только вы начнете делать какие то вот там я не знаю в суставах вот эти крутые крутящие работы у вас от ножа ничего не останется соответственно всегда даже когда я делаю нож кому-либо да я всегда спрашиваю что вы будете делать и соответственно если вы говорите что мне нужно чтобы я ему поковырялся и подрубила все то соответственно тут нужно уже под сталь подбирать определенные сведения все остальное прочее дальше значит почему она ему понравилась ободрал значит он вот этим ножом 6 лосей вот 6 потом говорит ну просто физически уже закончилась дичь то есть 6 лосей как он обдирает 6 лосей друзья это не снять шкуру и раскидать на 4 равные 7 доля да как в одном известном фильме берем только филе это где он этот филей вот он разбирает быка то есть на вообще на филе на маленькие куски то есть именно эта разборка полностью то есть это снятие с костей это нарезка на куски и все остальное прочее то есть вот 6 лосей опять же это не одна единственная заточка то есть грубо говоря то есть вы заточили нож да и вот 6 лосей вы им прям полностью от начала до конца без всего нет периодически нож вкратце там очень там в несколько движений он поравляется на мусате объясню почему когда вы работаете хорошим инструментом на который режет который режет 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 вы привыкаете к этому хорошему резу и вы всегда хотите чтобы у вас так и продолжал резать соответственно когда нож чуть-чуть подсаживается вы проводите опять же вот да вы проводите вот несколько движений по мусату не затачивайте нож да это разные вещи вы должны понимать и когда вы проводите несколько движений по мусат у вас нож опять начинает волшебным образом очень так хорошо и долго резать вот и соответственно там с парой тройкой правых на мусате спокойно 6 7 лосей вы им разбираете соответственно это очень достойный результат очень достойный результат вот потому что говорить про какие-то там за небесный там 10-15 и все но это смысл кто столько как бы это бойня какая-то кого-то какое-то свое хозяйство кто именно этим занимается но вы никогда вот с таким ножом ну грубо говоря вот с такой железки да вы не останетесь с тупым ножом вы не останетесь без ножа вы всегда им доделать вот значит дальше сравнивать еще раз говорю рекса keep m53 в она здесь десятый вообще не стоит каждая железка хороша по своему каждая сталь под определенные задачи она позволяет сделать то или иное другое то есть опять же если мы сейчас вот берем вот эти три железки да мне потому что дает периодический вопрос какую вы возьмете ребят я возьму 10 анализ да мне нужен рез я люблю тонкое сведение я люблю хороший рез я люблю чтобы нож мне мог позволить сделать какие-то прям вот ну может быть простить мне мои ошибки да если я вдруг куда-то залезу в сустав и поверну его вот кпм с этим замечательно справятся но он тут будет чуть побольше сведения давайте сейчас на этом тоже его прям померю вот здесь сведение сейчас попробую показать то есть после заточки не то короче говоря вот это после заточки это после шести лосе и вот этот нож он еще будет работать работать ему вообще все равно будет на кости то есть вот он будет прям очень хорошо работать с таким сведением и будет хорошо резать на прямых спусках вот когда никогда никто не отменяет химсостав то есть если вы считаете что у вас какая-то там высоколегированная железка на очень тонком сведения кроме вот опять 10 в анализ и будет резать и рубить такого нет не будет физику еще но у нас никто не победил вряд ли победит так дальше давайте я теперь покажу значит был два ножа вот один год то есть это был моно вариант термообработка отцов овел кнаев значит на 60 где-то четыре единицы закалка то есть это не 66 не 67 как у многих вот это кпм делается нет взяла это стекло которое нифига не режет к сожалению кто бы чем на вторичку если вам кто-то говорит что нож будет на вторичную твердость он там все это беда все вторичная твердость для ножа это смерть он не режет вообще так ну и что получилось для серёги значит для него получился вот такой вот нож я уже в телеге я показывал клинок от этого ножа вот вот такие вот ноженки то есть на свободном подвесе тяжело и показываете все и вот такой вот сам нож получился кипим 53 в ламинате максимально постарался сохранить реже кромку внутри вот и сделал вот такой фальш лезвия сразу говорю ребят я такой фальш лезвие больше никому делать не буду можете не просить можете там не угрожать что вы заказывать не будете откажетесь от заказа ради бога такую вещь я делаю только серёге потому что ну он знает как с ней обращаться то есть и он понимает что с этим делается то есть вот клинок это скажем так получилось нож северной тематики почему сейчас скажу вот блин ладно буду мерить показывать вот это ширина клинка вот это вот вот это вот толщина клинка вот и длина здесь почти 150 на прямых спусках это именно вот тот нож тот ламинат который он тестировал то есть я его полностью переделал и си и желтый рукой ясень рукояти вот и чтобы было понимание то есть очень тонкий узкий длинный нож и сведения ребята здесь сейчас я померю вот это я еще чуть-чуть убрал то есть здесь было порядка 0 7 до потому что ну пришлось чтобы как бы потому что он заточил его там у него на рекуру вытащил потому что как бы он с ножами не церемонится вот здесь было сведение 0 65 где-то то есть вот от 0 5 ребят qpm 53 работает изумительно то есть что сейчас что можно с ним сделать при большом сведении вы просто берете и затачиваете нож в линзу не лиза видны и спуске а именно лиза видная за . и вы получаете некое подобие именно линзы именно линзы это будет вот вот такой вот говоря в общем зачем серёге вот этот фальш я не знаю вот он гать я им очень часто пользуюсь но это пожалуйста то есть здесь тоже достаточно большое сведение я ставил то есть вот на фальши на почему другим не буду делать потому что всем до одного всем до одного кому я их всего по моему нажать 4 наверное было сделано с таким вот тоже посмотрели у серёги ездил и мне все обломили кончики на ноже все до одного поэтому дабы не уходовать нож вот не буду я как бы делать это лично его скажем так модификации делается только для него вот поэтому есть какие-то личные вещи пусть они такими останутся а это вот пожалуйста 145 что делать вот с этим ножом я еще пока не решил либо я его разобью на рукоять то есть я ее переделаю разобью сделаю полноценный нормальный нож то есть отшлифую вот тут вот все все эти риски то есть когда я делаю я то есть тут смотрите я даже не как показать вот тут вот риски все остальное прочь то есть я ничего не убираю то есть очень грубая слесарка вот очень грубая слесарка то есть брус грубо ободрал и отдал ну вот нож режет и замечательно ну в общем вкратце пояснение надеюсь понятно будут вопросы друзья мои пишите звоните у кого есть телефон телеграм почта вк вот телеграм почта вк вот такие вот два ножа этот был на тестах и этот был на тестах то есть грубо говоря они были вот два вот таких вот невзрачненьких непонятненьких некрасивеньких но зато честно да то есть как бы если железка гумно вот серёга сразу говорит что это отстой работать им нельзя работать она не будет но вот чтобы не было предвзятого отношения что это там рекс или ванаде чтобы человек пытался что-то вытащить из этой железки то есть он пытался что-то там сделать так чтобы она наконец-то зарезал нет стандартная заточка как он затачивает стандартная разделка то есть он не жалеет ножи то есть он им можете ребра рубануть он нам может и в суставы залезть он может все что угодно сделать там я не знаю яму выкопать и все остальное прочее нож должен выдержать вот и по факту тогда уже мы просто смотрим стоит не стоит ну как бы ребят термичка отцов это огонь огонь до ламината ламината термичится не усов они термичится а их термичит сам алексей карпов кто мне куют эти ламинаты но режим до мельчайшей запятой именно савины вот то есть чтобы не отдавать скажем так на аутсорт алексей термичит все сам сначала до конца но режимы те которым термичит ламинаты мне они только у меня то есть другие ламинатки пм-53 которые вы можете купить от алексей карпова они не с такой термообработкой то есть у нас просто особой договоренности что это делается только мне и по этим цифрам другим делается как как бы его стандартная термообработка вот и все вот какая не знаю не уточнял будет интерес напишите спросите но как бы у меня она отличается от того что идет всем остальным все про ламинат ребят рассказал именно вот про эти два тестовых ножа надеюсь какие-то но вопросов все равно будет куча поэтому пишите чем смогу буду периодически выкладывать видео вот но не знаю как получится потому что выставка впереди сейчас буду дальше видео писать как раз именно выставочные чтобы как-то что-то успеть сроки перенесли на неделю раньше поэтому будет много много работы и до позднего времени все всем пока и до скорых а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»